Владислав Батурчик, штукатур с годовым стажем. Молодому человеку работать, как принято говорить, руками, нравится. Он уверен, что у каждого своя профессиональная стезя и в настоящий момент не видит себя в иной деятельности. Его полностью устраивают и условия труда, и уровень оплаты. Работаю не так давно, больше года. Работа неслажная. Свою дальнейшую жизнь вы видите с этим связанным? Или это пока временный такой этап? Да нет. По крайней мере, пока что это не временный этап. То есть вы довольны условиями работы и заработной платы? Да, вполне. У тех ребят, которые так же, как и Владислав, решили получить так называемую рабочую профессию, сегодня началась горячая пора вступительной кампании. Несмотря на каникулярное время, в Брестском государственном колледже связи многолюдно с самого утра. В коридорах взволнованная молодежь абитуриенты и группа поддержки родителей поступающих. Большинство из них сделало свой профессиональный выбор давно самостоятельно и осознанно, поэтому из подачи документов решили не медлить. Я выбрал вычислительные машины и сети, ну мне нравится, как бы хотел связать свою жизнь с компьютерами. Вот смотрели, выбирали, выбирали, решили, что как бы на данный момент это более востребованная, наверное, специальность. Уже идет как профессия вместе со школой, это, ну, экономия времени, можно так сказать. Потому что после 11 они всегда можно и поступить. Специальность вычислительные машины, системы и сети пользуются заслуженным спросом. За информационными технологиями будущее, а потому абитуриентов, желающих получить такое образование, традиционно много. Однако, по словам членов приемной комиссии, в учебном заведении сложно назвать одну или две наиболее популярные специальности. Желающие учиться есть на каждой из предложенных. Сегодня, конечно, волнительный день для нас был. И, знаете, вот когда утром пришел и вся комиссия пришла, и, в общем-то, в коридоре люди, как всегда, то, конечно, волнение уже немножко снялось. Потому что сегодня такой значимый день в том плане, что первый день набора на уровень среднеспециального образования. И сегодня, если люди сегодня пойдут, уже практика показывает, что если сегодня люди пойдут, значит, дальше будет набор проходить успешно. В текущем году, согласно плану набора, за парты в профессионально-технических учреждениях образования впервые сядет более 5000 человек. В средних специальных – более 4500. Что немаловажно, для того, чтобы получить специальность молодежи, не нужно ехать далеко. На территории нашей области работает не один десяток учебных заведений, которые готовят специалистов практически по всем направлениям, востребованным на современном рынке труда. Перечень профессий или специальностей, на которые можно поступить, достаточно широк. И я думаю, что любому выпускнику можно найти профессию по душе в региональных наших учебных, профессиональных учебных заведениях. Совсем не обязательно далеко отрываться от отчего дома. Мы приглашаем выпускников Брестской области в региональное профессиональное образование. Я желаю им успехов в прохождении вступительных испытаний и успехов в учебе. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.